Соломон Кейн Персонаж, придуманный создателем Конана Варвара Робертом Говардом Первый же фильм о нем нам рассказывает о том, что делать, если душа твоя проклята Но меч так и рвется из ножен, жажда крови врага Но сперва я обязан поприветствовать всех, кто решил заглянуть в таверну Проходите, друзья мои, не толпитесь у дверей, рассаживайтесь У меня для вас небольшое объявление Прежде чем мы начнем историю, я должен напомнить Ну хотя вы и так, я думаю, уже знаете, что у нас есть филиал паблик Таверны ВКонтакте Потому настоятельно вам рекомендую, обязательно подпишитесь Там ведь уже довольно весело и интересно А впереди всех подписчиков ждет еще больше крутых, веселых, интересных публикаций И наш первый розыгрыш призов всего лишь за репост Так что поспеши Ах да, еще в нашем-то паблике проходит тот самый знаменитый квест Ну да, я думаю, ты и сам знаешь, что ссылка в описании Значит, я могу начать свой рассказ Приступим же к нему Для начала, конечно, кажется, что запало у творческой группы, работавшей над фильмом, хватило только на пролог Событие которого происходит где-то далеко в Северной Африке На создание эффектных декораций, сцен битвы и, конечно же, встречи нашего главного героя сожнецом Посланником Ада Возвестившим, что душа Соломона проклята навек Ну, собственно, оно-то и неудивительно Ведь Соломон Кейн Международный авантюрист Головорез Наемник Свирепый И кровожадный продукт Британской Англии 16 века А вот на достойное развитие истории в последующие полчаса Рассчитывать особо не стоит Качественный экшен Запоминающиеся персонажи Батальные сцены Вам не повстречаются Потому настойчиво рекомендую Отвлечься, чтобы в это время заварить чайок Этого времени вам как раз должно хватить Чтобы успеть ко всему самому интересному и захватывающему Но если вкратце То после той самой встречи сожнецом Смущенный перспективой Вечного Огня Соломон поступает, как положено, доброму христианину То есть пытается откупиться Он отдает все свои деньги церкви Селится в монастыре И проводит в жизнь неустанных молитвах Но наступает день Когда настоятель выдворяет Кейна из монастыря И отправляет в большой мир Ибо таково пожелание небес Бредя по дорогам Англии Бывший Рубака присоединяется к набошной семье Которая собирается начать новую жизнь в Америке Но до нового света им не добраться Окрестности захватил злой колдун И его пытающиеся быть похожими на орков подручны Истребляют все живое Соломону Кейну, рискуя бессмертной душой Приходится снова вспомнить науку убивать В которой ему, собственно, равных-то и нет Первый фильм из задуманной трилогии Кейн долго болтался по свету Экранизация цикла истории Роберта Говарда Создателя Конана Варвара И множество других супергероев Все как-то не складывалось В конце концов, на дословную экранизацию решили наплевать И взяли у классика лишь главного героя Мрачного типа в плаще и шляпе Который умело владеет саблей и пистолетом Преследует зло по всему свету И приятно похож на Ван Хельсинга Это, конечно, жаль Говард был изрядным выдумщик Его истории всегда имели оттенок того сорта священного безумия Которая владевает настоящим ботаном при виде холодного оружия Плюсом оказался режиссер Майкл Бассетт Снявший когда-то на Страже Смерти Отличный умный хоррор Возвестивший вместе с псами войны И спуском появление новой волны британского ужастика Равнодушный, к сожалению, к 16 веку Который мог дать массу симпатичных деталей Бассетт по-настоящему любит трэш И его Соломон Кейн несет ту чистую радость Которую способны доставить лишь фильмы С самим адом предназначенные для выхода прямо на DVD Дождь, грязь, опустошенные деревни Косорылое воинство колдуна Адские демоны Вполне достойные любого приличного паноптикума И Соломон Кейн Сходящий с креста Да Да-да-да Именно буквально сходящий с креста Чтобы истребить зло Воля ваша Сегодня редко кто набирается достаточной для всего этого наглости Джеймс Пьюрфой Сыгравший Кейна Бесстыдно похож на Хью Джекмана Что его совсем не портит Неизвестно пока, последует ли продолжение Как рассчитывали на это создатели И верится уже с трудом Ведь первый фильм, о котором мы сегодня и говорим Вышел еще в далеком 2009 году Хочется надеяться, что да Новые герои появляются редко И Соломон Кейн Определенно заслуживает франшизы Особенно если вспомнить название Говорских рассказов о нем Грохот костей Холмы мертвецов Крылья в ночи Музыка и услада для моих ушей Да и не только, думаю, для моих Да И в самом деле Кто из вас может что-то подобное вспомнить Выходившее за последние годы? Эх, жанр фэнтези в кинематографе Все менее и менее заметен Нам же остается только надеяться На то, что киноделы Нас порадуют своими новыми попытками Снять что-то достойное внимания Ну а нам же пора прощаться Надеюсь, этот выпуск был вам по душе Я даже очень старался, чтобы было Без особых сюжетных спойлеров И вроде так и вышло Разумеется, если была эта история интересная То не забудь бросить звонкий лайк В копилку таверны А я ж за Сим откланяюсь И пойду поищу еще несколько фильмов О которых вам стоило бы рассказать Также советую тебе отправиться смотреть Соломона Гейна Если до этого не смотрел На этом все И до скорой встречи в таверне, мой дорогой друг Субтитры создавал DimaTorzok